Братья и сестры, мир вам! Я всех приветствую! Предлагаю, чтобы мы вместе прослушали чтение 22 главы книги Бытие. Итак, книга Бытие, 22 глава, мы прочитаем 14 стихов. «И было после этих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, пойди в землю Марья и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отроком своим, останьтесь вы здесь со словом, а я и сын, пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. Взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой, он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Иерея, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Вы знаете, так принято понимать, что существует три основных ценности, которые оформляют жизнь практически каждого взрослого человека. Три основные ценности, которые оформляют жизнь практически каждого взрослого человека. Первое – это наше имущество, то, чем мы с вами обладаем, это наши материальные ценности. Второе – это наш брак, это наша супруга или наш супруг. И третье – это наши дети. А три сферы нашей жизни к происходящему, в которых мы по-особенному чувствительны, и в которых особенно ранимы имущество, брак и дети. Мы даже можем обратить внимание, что это три очень сложные темы для обсуждения. Не всегда мы согласны или принимаем то, что говорят нам о нашем имуществе, о нашем браке и о наших детях. Вот мы с вами прочитали одну историю из жизни Авраама. И если говорить о жизни Авраама, если читать о его жизни в книге «Бытие», то мы как раз таки и замечаем, что Бог не один раз испытывал его именно в трех упомянутых ценностях. Бог испытывал отношение Авраама к имуществу. С этого началось его призвание, когда он должен был оставить дом свой, родство свое, и уйти в землю, которую указал ему Бог. Не один раз Бог испытывал брак Авраама, а или отношение Авраама к Саре, жене своей. «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Через вот такие вот испытания Бог открывал, показывал слабые стороны отношения Авраама к своей жене, к Саре. И вы знаете, вот когда он не проходил эти испытания, Бог в благости своей оказывал ему помощь. Бог постоянно вел его дальше и вел его к большему. И это, я думаю, сегодня особым утешением звучит для нас. У Бога всегда есть благодать на наши ошибки. У Бога всегда есть благодать на наши ошибки. И, конечно, не один раз Бог испытывал семью Авраама или его отношение к детям. У него было два сына – Измаил и Исаак. А были переживания, связанные с рождением Измаила, с рождением Исаака были переживания также. Вы знаете, вот в русском нашем языке есть такое выражение «беречь, как зеницу ока». Но вот зеница – это зрачок глаза, и вот это выражение «беречь, как зеницу ока» часто используется в значении «тщательно, заботливо оберегать и хранить». Вы знаете, если была в жизни Авраама зеница ока, то, конечно, это были его дети. И, конечно, особенно это был Исаак. Для нас сегодня дети наши – это зеница ока также. Вы знаете, вот очень интересно значение имени Исаак. То есть для Авраама оно очень много значило, как и для Сары. Значение очень-очень простое. Исаак – это смех. Исаак – это смех. Вы знаете, смех не только потому, что Сара смеялась при сообщении о рождении ребенка в 90 лет, но смех еще и потому, что рождение Исаака – это была огромная радость для Авраама и для Сары. Вы знаете, именно об этом говорит нам Новый Завет, что Авраам радовался, когда увидел день Иисуса Христа. То есть рождение Исаака – смех не только потому, что Сара смеялась при возвещении, а потому, что они получили подарок от Бога. Это была огромная радость, когда в их жизни родился Исаак. Это радость отца о сыне. И вот мы с вами прочитали историю. Это, скорее всего, самое значительное событие отношения Авраама с Богом. Быть может, одна из самых ключевых историй книг Ветхого Завета, может быть, и всей Библии. Вы знаете, вот мы с вами читаем об Аврааме, что он был странник или человек без постоянного места жительства. То есть вместе со своей семьей он постоянно передвигался. И вот было такое время и такое место, где Авраам задержался. Это Вирсавия. То есть место было особенно тем, что там Авраам выкопал колодец, он посадил рощу, написано, посадил деревья. Там написано, что он призвал имя Господне. И вы знаете, вот после того, как семья Авраама нашла и обустроила место жительства, после огромной радости рождения Исаака, мы читаем о том, что Бог испытывает Авраама. Я думаю, вот для нас с вами очень важно правильно читать Библию, правильно читать Священное Писание. И для нас очень важно правильно понять этот отрывок. Вот с самого начала, вот с самого первого стиха, вот как только мы начали читать эту историю, для нас, для читателей, уже известно намного больше, чем знал Авраам, когда Бог обратился к нему. То есть с самого первого текста, с самого первого стиха мы с вами читаем, что Бог искушал Авраама. Это написано для нас, для читателей, но Авраам этого не знал. То есть это очень важно и интересно учитывать с самого начала истории. Мы знаем больше, чем знал Авраам. То есть от него было скрыто, что происходящее – это испытание от Бога. Но я думаю, вы понимаете, что, допустим, книга Иова, она была написана очень похожим образом. Иов не знал, что произошло в первой главе о его жизни. То есть должно нам понять, помочь в понимании повеления Бога. Но вот повеление Бога заключалось в том, что Авраам должен был взять сына своего. И вы знаете, вот так интересно разговаривает с ним Бог, чтобы он ничего не напутал. Бог детально и говорит – возьми сына твоего, которого ты любишь. Исаака. То есть он мог перепутать сыновей. Он мог взять Измаила и понести на эту гору. Но чтобы он ничего не перепутал, Бог говорит – которого ты любишь. Возьми Исаака. Отмечает именно это Бог. То есть, чтобы не было никаких сомнений, что с ним должен пойти Исаак. Принести Исаака во всесожжение. И принести на месте, в месте, которое укажет Бог. А место, которое укажет Бог, для нас с вами сразу написано, что это земля Мурья. Вы знаете, вот сегодня у нас есть такая вот возможность как-то вот смотреть более детальное вот значение вот этих вот всех названий, географических даже названий. И вот так вот говорят, вот в русском языке написано, что нужно было идти в землю Мурья. Но вот так вот язык оригинала, вот детали вот именно этого слова «земля» говорят о том, что это была горная местность. То есть Бог говорит Аврааму – пойди в горную местность Мурья, и там на одной из гор вот ты что-то увидишь. То есть земля Мурья – это горное место. И немножко дальше мы с вами читаем о том, что вот Мурья – это именно название, которое дал Авраам. И название имеет следующее значение – Мурья или место, где Господь усмотрит. Мурья – место, где Господь усмотрит. То есть смысл в том, что в этом месте Аврааму предстоит что-то увидеть. Вот что-то ты увидишь, Авраам, в этом месте. А следующее – это значение слова «все сожжение». Из книг Ветхого Завета мы знаем, что существовало несколько разновидностей жертвоприношений. Ну, допустим, были такие приношения, когда Богу посвящалась только часть жертвы. Но вот когда израильтяне были в Египте, от жертвенного животного они взяли только кровь, а от животного они съели. А были такие жертвоприношения, у которых забирались только внутренности, а мясо оно давалось священникам в пищу. Ну вот, Священное Писание говорит нам, что это должно было быть все сожжение. Вот все сожжение отличалось тем, что Богу посвящалось все животное. Отсюда и название – все сожжение. То есть, сгореть должно было все. Вы знаете, вот в этом слове и сокрыта цена испытания Авраама. В слове «все сожжение» сокрыта цена испытания Авраама. У Авраама и Сары был очень интересный опыт, связанный с сыном Исааком. Они его очень и очень долго ждали. Не только ждали, но и получили сына в преклонном возрасте. Вот когда Аврааму было уже почти 100 лет, а Саре, соответственно, 90 лет. Если вы помните, мы уже с вами об этом отметили, что они смеялись, когда услышали обещание Бога о рождении сына. Ну вот как бы то ни было, Авраам и Сара получили благословение. Это было особое благословение, которое содержало в себе нелегкое испытание. Получили сына, но вот это вот благословение содержало в себе нелегкое испытание. А теперь Авраам должен был отдать Богу все, что получил от Бога. Теперь Авраам должен был отдать Богу все, что получил от него. То есть из самого драгоценного, что есть у Авраама. Сколько Авраам должен был отдать Богу? Он Богу должен был отдать все. А вы знаете, без Исаака он лишался не только сына. Он лишался наследника. Он лишался великой будущей нации, которую обещал Бог. Он лишался вот того, что обетование Бога исполнится, что через его потомков придет благословение на всю землю. Вы знаете, вот Авраам поменял его Бог имя. То есть сначала он был просто отец. А Авраам, значение имени Авраам, это отец множества народов. То есть Исааки для него больше, чем сын. Это огромное благословение. Это смысл призвания. Это суть отношений с Богом. Отец множества народов. И вы можете себе представить, все, все, все сокрыто в его сыне Исааке. Есть еще один вопрос, который невозможно обойти. Вопрос, почему Бог требует всесожжения человека? Почему Бог требует всесожжения человека? Конечно, с одной стороны, мы можем сказать, что это требование касалось именно Авраама. Бог испытывал Авраама, как мы уже отметили. Но вот как твердо он будет держаться обещание Бога, что именно Исаак будет наследником. С другой стороны, мы очень ясно должны понимать, что Бог имеет право осудить грешников на смерть. Это может звучать для нас странно, это может звучать для нас жестоко, но это одна из основных истин Святого Писания. Бог может осудить грешников на смерть. Похоже, происходило повторится в Египте, когда все первенцы, и египтян, и израильтян, как представители семьи, они будут осуждены на смерть. Похоже, повторится в жизни Моисея и сепфоры, когда Бог потребует жизнь их первенца. И смерти первенцы во всех перечисленных историях избегают только через кровь искупительной жертвы. У нас немного яснее будет этот вопрос, когда мы закончим изучение этой истории. Чтобы мы не подумали о Боге, чтобы мы не говорили вот об этой истории, Писание открывает нам, что Бог повелевает Аврааму принести своего сына во всесожжение. Обратите внимание, Бог ему ничего не объясняет. Вот все, что у него сейчас есть, на тот момент было, это повеление идти и сделать. Авраам принимает и очень хорошо проходит очень важный урок отношений с Богом. Учиться доверять Богу во всем. Учиться доверять Богу во всем. Вы знаете, вот это выражение во всем для Авраама очень много значит. Доверять Богу даже тогда, когда мы его не понимаем. Доверять Богу даже тогда, когда мы его не понимаем. Дело в том, что когда вот все пройдет Авраам, у него останется очень глубокое впечатление. Ведь Бог покажет Аврааму себя. Бог откроет Аврааму себя. Бог покажет, что с ним можно пройти и это испытание. Итак, послушание Авраама готовится к путешествию. Мы с вами читаем, что он, 3 стих, встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всех сожжений и встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Некоторые детали в этом стихе, которые открывают нам состояние Авраама. Я думаю, можно легко по-человечески, по-отцовски, по-матерински представить себе, что это было состояние шока. Это было состояние настоящего шока. И поэтому нам написано, что он встал рано утром. Скорее всего, он не спал эту ночь. Далее давайте посмотрим порядок его действий. Написано, он оседлал осла и затем наколол дров. Я не знаю, насколько нужно, возможно, обращать на эти детали внимание. Вам не кажется, что должно быть наоборот? То есть нужно сначала наколоть дров, а потом оседлать осла. То есть во всем этом мы можем увидеть состояние шока этого человека. А между прочим, вот очень интересно представить для себя, сколько дров нужно было для все сожжения. То есть это не была маленькая кучка, которая поместилась бы у нас в руках. Это было большое количество дров. Дров нужно было много. Можно представить, что каждый удар топора готовил Авраама к последнему удару ножом. Каждый удар топора готовил Авраама к последнему удару ножом. С ним должны будут пойти два помощника, два слуги. В путь все приготовлено. Приготовлено все, кроме жертвенного животного. Приготовлено все, кроме жертвенного животного. Они покидают Версавию, и теперь им предстоит трехдневный путь на гору Морья. И вот можете себе представить, что послушание и вера Авраама, они испытываются на протяжении этих трех дней. То есть с каждым рассветом Авраам идет, верит и повинуется. С каждым рассветом Авраам идет, верит и повинуется. Здесь мы также с вами отмечаем очень важную сторону или грань веры Авраама. Вера – это не мгновенное действие, не одноразовое действие. Вера – это постоянное действие. Конечно, мы с вами видим и замечаем из текста, что вера Авраама, она имеет основание. Основание веры Авраама, что двигает им, почему же он все-таки идет, это знание. То есть вера сообщила ему какие-то знания. Но давайте отметим две детали нашего повествования. Первое – это пятый стих, что Авраам говорит слугам. То есть что двигает Авраама, почему он идет, вот что говорит ему, сообщает ему его вера. Когда он говорит им, останьтесь здесь, я и сын пойдем туда, поклонимся. И он заверяет их, говорит им, мы вместе с Исааком возвратимся к вам. То есть это то, что его двигает. Вера сообщила ему, сказала, что ты вернешься с сыном своим. А следующая деталь – это восьмой стих, где Авраам отвечает своему сыну «Бог усмотрит себе Агнца». То есть он не просто шел вот слепою верою. Вера ему что-то сообщила. И первая вера ему сказала, что ты вернешься с сыном своим. А вторая вера ему сказала, что Бог все усмотрит. То есть две маленькие детали, которые сообщила Аврааму его вера. Бог силен воскресить, и Бог все усмотрит. Наконец Авраам поднимает глаза и видит ту самую гору, которую определил для него Господь. Они подошли к месту. Текст Писания говорит о том, что слуги не могли идти дальше. Авраам берет дрова для всесожжения. Он возлагает их на Исаака, сына своего. Дрова несет Исаак. А что находится в руках Авраама? Обратили внимание при чтении? Давайте посмотрим шестой стих. То есть дрова для всесожжения возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож. То есть дрова лежат на сыне, а в руках Авраама огонь и нож. Итак, отец и сын поднимаются на возвышенность горы. Сын несет дрова. В руках отца огонь и нож. И пока они идут, Исаак задает вполне уместный вопрос. Отец мой, вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения? В этот момент нам можно представить себе сердце отца. Я думаю, знаете, вот иногда мы, чтобы показать особую борьбу и напряжение человека, мы используем слово агония. Агония – это медицинский термин, это предсмертные страдания человека, предсмертная борьба за жизнь. Но иногда мы говорим, что агония – это борьба с последними силами. Что можно было бы сказать в такие моменты борьбы? Авраам, за что можно тебе было зацепиться, чтобы как-то держаться? К этому времени Авраам имел богатый опыт жизни верующего человека. Он знал Бога, и Бог знал его. Скажите, пожалуйста, что можно сказать в такие моменты борьбы верующему человеку? За что можно держаться верующему человеку, когда ничего не известно? Авраам говорит, мой Бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Авраам не уклоняется от вопроса Исаака. На момент самого сложного испытания Авраам мог держаться только Бога. Он был на горе, которую показал ему Бог. Он был сыном, которого дал ему Бог. И каждый шаг на гору – это шаг веры в то, что Бог не ошибается. Каждый шаг на гору – это шаг веры в то, что Бог не ошибается. Это шаг веры в то, что каким-то образом его сын Исаак останется жив, по-другому быть не может. А, между прочим, вот этот вопрос Исаака – где же агнец для всесожжения? Он проходит через все книги Ветхого Завета. Он проходит через историю искупления израильского народа из Египта. Когда люди искали пасхального агнца, где же агнец для всесожжения? Он проходит через все религиозные установления закона. Он проходит через книги, через писания пророков, пока на этот вопрос не ответит Иоанн Креститель. Когда он увидит Господа, воплотившегося в человека, пришедшего на берег Иордана, покажет на него и скажет, вот, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Где же Агнец для всесожжения? Этот вопрос будет отвечен через много и много лет. И ответит на него последний пророк Ветхого Завета, Иоанн Креститель. А тем временем Аврам построил жертвенник, разложил дрова, связал сына своего, положил его на жертвенник. А вот здесь очень интересно. К послушанию Аврама теперь добавляется повиновение Исаака. К послушанию Аврама теперь добавляется повиновение Исаака. Попробуйте себе представить это действие. Юноша Исаак позволяет связать себя пожилому человеку. Он не сопротивляется. Наконец Аврам протягивает нож, и в этот момент звучит голос с неба. «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего». Аврам боялся Бога и был готов заплатить цену. И только ангел остановил его руку. Аврам поворачивается, видит Агнца, который запутался в кустах. Он приносит его, как написано, вместо сына своего. Теперь мы понимаем, насколько символичным для Аврама было название места, где все это произошло. На горе Иеговы усмотрится. Давайте вернемся к вопросу, который мы уже задавали. Какова же все-таки цена, которую должен был заплатить Аврам? Первоначально мы с вами отметили, что Аврам должен был отдать все. Не так ли? Теперь мы с вами понимаем, что в действительности испытание Авраму не стоило ничего. Изначально мы с вами сказали, что Аврам должен был отдать все. Это была цена его испытания. А теперь мы с вами видим, в действительности это испытание Авраму не стоило ничего. То есть с одной стороны все, но с другой стороны ничего. Почему? Потому что Господь усмотрел себе Агнца. Можете себе представить, что в такой сложной ситуации Авраму помогла разобраться его вера. Таким образом Аврам получает Исаака дважды. Дважды сердце отца наполняется огромной радостью. Первый раз, когда он родился в момент рождения, а второй раз получает Исаака в момент искупления. И, между прочим, именно об этом случае, на этот случай жизни Аврама ссылался наш Господь. Вот в Евангелии от Иоанна, 8 глава, когда он разговаривает много с фарисеями, он что-то отвечает на их упреки. А в 56 стихе, обращаясь к этим людям, он говорит, «Аврам, отец ваш, рад был увидеть день мой, увидел и возрадовался». То есть Господь говорил о радости Аврама. Авраам, оказывается, в том, что произошло с Авраамом, Авраам увидел будущее. В то, что произошло с Авраамом на горе Мария, Авраам увидел будущее. Бог избавил первенца Авраама от смерти. И это возвещение будущего, что когда-то жертва Христа избавит людей от смерти. Вы можете себе представить? Авраам это понял. Он понял, что будет жертва, которая избавит людей от смерти. Он понял это вот в этом испытании, которое Господь дал ему пройти. Когда Авраам был готов занести нож над сыном, Бог предоставил замену. Вы знаете, это утверждение нашего Господа очень ясно показывает, что все люди, верующие люди Ветхого Завета были спасены через веру во Христа. Только для них Христос был представлен в тенях и образах, данных Богом. То есть Аврааму Бог показал искупление, что когда-то придет Искупитель, и через Его жертву люди будут избавлены от смерти. И перед нашей молитвой некоторые мысли из прочитанного. А первое, нам с вами может показаться немыслимым требование Бога к Аврааму. Но то же самое требование звучит сегодня ко всем, кто думает следовать за Господом. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста свою, следует за мной, не достоин меня. Мы с вами получаем вечную жизнь тогда, когда готовы взять крест. То есть, с одной стороны, от нас ожидается точно такая цена, как и от Авраама. Второе, в своей благости Бог посылает нам времена испытания. А в то время, допустим, когда Христос находился на суде в доме первосвященника, апостол Петр проходил испытание во дворе первосвященника. Мы с вами помним эту историю, когда вера Петра надломилась, когда он клялся в том, что не знает Иисуса. Тем не менее, испытание не пришло к Петру, чтобы сломить его, чтобы уничтожить Петра. Испытание не пришло к Аврааму, чтобы сломить Авраама, чтобы уничтожить Авраама. Но Бог показывает Петру его состояние. Позже, на берегу озера, Господь восстановил веру апостола Петра. Вы знаете, для нас вот здесь еще открывается ценность искупления Иисуса Христа в той благодати, которую мы получаем, когда Бог восстанавливает нас. Когда Бог восстанавливает нас. Бог испытывал Авраама, Бог испытывал Петра, Бог испытывает нас. Бог постоянно ведет нас дальше. Он не удовлетворен тем, кто мы есть, желая для нас большего. Третье. Бог усмотрел себе Агнца и тем самым оставил для Авраама и для всех последующих читателей этой истории замечательный урок. Ведь теперь Авраам очень хорошо понял, что настоящую цену искупления души он не может оплатить. Авраам очень хорошо понял, и мы с вами должны это понять, увидеть настоящее цену искупления. Ничем не заплатим. Ни делами, ни жертвами. Ничем мы не сможем заплатить настоящую цену искупления. Авраам понял, что сам Господь должен предоставить жертву, которая принесет спасение души. Авраму даже Бог показал место, где его потомки построят храм, а храм, где будут поклоняться Богу. В 2-й книге Параллель Паминон мы читаем, что Соломон начал строить дом Господень на горе Мариа. То есть именно в этом месте построен был храм, и затем на одной из гор этой местности, на горе Голгофа, умер Иисус Христос, наш Спаситель. Исаак не мог быть жертвой, точно так, как не мог быть жертвой запутавшийся Агнец. Должен был прийти главный потомок Аврама, в котором получат благословение все люди. Исаак, но Агнец Божий станет жертвой, которую усмотрит Отец. Четвертое и последнее. В том, что произошло в прочитанной истории, мы усматриваем ценность искупления через Христа. Мы даже с вами можем усмотреть смысл отцовства. Смысл отцовства, вы знаете, не только Аврама, но отцовства Бога. Дважды в прочитанной истории отмечено следующее. Это 22 глава книги Бытие. 6-й и 8-й стих. Когда Аврам взял дрова, возложил на Исаака, взял в руки нож, и последние три слова этого стиха, написано, что они пошли оба вместе. Они пошли оба вместе, Отец и Сын. В 8-м стихе мы тоже читаем. Бог усмотрит себе Агнца. И шли далее оба вместе. То есть дважды Моисей вот в этой истории показывает, что Отец и Сын идут вместе. Они идут вместе. Вы знаете, читая Евангелие, мы очень ясно понимаем, что Христос в Иерусалим шел не один. Евангельское повествование показывает нам, что Бог, Отец, ведет своего Сына в Иерусалим. История, которая произошла с Аврамом, указывает на Агнца Божьего, которого Бог усмотрит для грешников. Сын уплатил цену на Голгофе. Но также и Отец. Также и Отец. Бог ввел Своего Сына в Иерусалим. Дрова на плечах Исаака. Огонь и нож в руках Отца. Братья и сестры, мы теперь с вами понимаем, что тень креста Господа нашего Иисуса распространяется не только в наше будущее. И только мы с вами сегодня покоимся, радуемся в тени креста нашего Господа, но в далеком прошлом. Авраам и сын его Исаак, они находились в тени креста Господа нашего Иисуса. И прошлое поколение верующих, и настоящее поколение верующих находятся под тенью одного и того же креста, креста Господа нашего Иисуса. Есть для плачущих земли место у креста. «Друг мой, страждущий, займи место у креста». Еще один отрывок, который очень интересно будет отметить. Вы знаете, вот в этой великой тайне за пределами нашего познания Бог, Отец, молчал, когда сын его возлюбленный воскликнул на Голгофе, «Или, или, ломасы в охвании, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И только воплощение Бог отдал своего сына, он отдал его в темноте и тишине Голгофы, когда оставил своего возлюбленного сына. Авраам ничего не сделал для искупления, потому что Бог предоставил Агнца. Для Авраама искупление не стоило ничего, для Бога стоимость была бесконечной, он отдал в дар все, отдал в дар своего возлюбленного сына, он заплатил цену. Вы знаете, братья и сестры, когда мы читаем Новый Завет, и вот мы христиане Нового Завета, и как-то вот иногда мы с вами пренебрегаем тем, что говорят нам книги Ветхого Завета, очень интересно отметить, что Господа можно увидеть везде, Его нужно увидеть везде. во всей Библии, то есть Ветхий Завет – это книги о нем, это все о нем, все указывает на него точно так, как и Новый Завет открывает его. Очень часто мы с вами даже не замечаем, вот как многие библейские тексты, которые мы знаем, они ссылаются на историю Ветхого Завета. Напомню один такой библейский стих, это в Римлянам послание к Крилина, 8 глава, 32 стих. Мне кажется, когда апостол Павел написал этот стих, он помнил именно историю с Авраамом. Вы помните, что написано там, тот, который сына своего не пощадил, о чем мог думать Павел, когда писал эти стихи? Не вспоминал ли он историю Авраама, где Бог пощадил Исаака? То есть вот этот библейский текст, библейский текст, они имеют этот смысл истории Ветхого Завета. Сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Порок Исаия говорит, что Господу было угодно поразить его. То есть Бог ввел своего сына в Иерусалим. Сейчас будем молиться. Вот напомню еще песню, которую мы все любим и знаем. Не только мы ее поют на разных народах, в разных культурах, в разных странах. «Когда я вижу лик Христа смиренный, кто людям в мире там был рабом, как на кресте он умер, царь вселенной, нам прощение приобрел крестом». Помните, как звучит припев? «Тогда поет мой дух Господь тебе, как ты велик, как ты велик». Я предлагаю, чтобы именно с этими словами мы обратились к Богу в наших благодарственных молитвах. Аминь. Аминь.